Сергиево-Пасадский городской округ стал участником национального проекта «Жилье и городская среда», согласно которому в ближайшие пять лет порядка четырех тысяч семей получат новые квартиры. Основными участниками национального проекта стали частично Ходьково и глобально Сергиев Посад и Краснозаводск. В этом городе за пять лет должно быть расселено около 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Таких изменений и преобразований в этом городе не было никогда. Для примеров цифры, город Краснозаводск – это 106 многоквартирных домов. Всего в Краснозаводске после реализации национальных проектов будет снесено и расселено около 30 многоквартирных домов. Это составляет одну треть города. По сути, одну треть домов здесь снесут и выстроят заново, и жители получат благоустроенное, комфортное жилье. Первыми на очереди расселения стоят шесть домов, в том числе и дом номер 31 на улице 1 мая. Самые такие главные проблемы, но оно не во всех подъездах. Это и сырость, и плесень есть в квартирах. В последнем подъезде у нас там блохи, потому что там очень большая сырость. Зимой, когда включается, еще не включают отопление, холодно. У нас вот в квартире в том году вообще обои отваливались. Это дом 57-го года постройки. За много лет фундамент здания уже просел. И вот эта вот трещина вся идет через крышу до зала. И вот где трещина над балконом, там все время, когда дождик течет, просто водопад. Еще большая трещина на доме 23 по улице Горького. Он был построен в 1928 году и признан аварийным пять лет назад. Жители этого дома станут одними из первых переселенцев. На днях с ними встретился депутат Государственной Думы Сергей Пахомов. Наконец-то программа по оборудованию людей до нашей пройдет. Потому что посмотреть, как живут наши родители, как мне засыпают жилье, достаточно больно. И то, что вот сейчас есть такая программа, которая дает возможность представления нового жилья взамен аварийным, это все плюс. Ну это не первый дом, который мы расселяем здесь. Мы же уже сколько расселили здесь домов? Порядка семи домов. Ну и что, наконец, дошел до нашего. Ну мы после 22-го года все равно дальше будем расселять. Все шлакоблочные домы? Все шлакоблочные, мы хотим расселить. Строительство домов для расселения будет проводиться в несколько этапов. Очень достаточно интересный проект. Там будет предусмотрен двор без машин, парковочные места вокруг дома, детские площадки, спортивные площадки. Сам дом будет отвечать всем требованиям, строительным нормам. Там будут предусмотрены достаточно большие кухни, от 10 квадратных метров, широкие коридоры. Каждый нюанс мы обговариваем с жителями. И площади предоставляемых квартир, как правило, больше площадей, которые занимают настоящее время жители. Строительная площадка развернулась на поле при въезде в Краснозаводск на улице Театральной. Здесь ведется строительство четырех домов, состоящих в первую очередь два дома и во вторую очередь следующие два дома. Общая площадь строительства 20 тысяч квадратных метров жилья. Соответственно, 10 в первую очередь, 10 во второй. В настоящий момент на объекте мы трудимся всего чуть более месяца. Труды того, что сделано, можно увидеть. Залит фундаменты. Через два дня заливаем фундаменты на втором доме. Начался монтаж блоков. Окончание строительства было запланировано на начало 23-го года. Но после общения с жителями старого шлакобочного дома Сергей Пахомов предложил строителям сократить сроки, чтобы люди смогли раньше покинуть ветхое жилье. Мы со строителями остановились на сроке 1 сентября следующего года. Здесь как раз сейчас находится руководитель и главный человек на стройке, главный инженер, скажем так, начальник строительства. Мы с ними договорились, что если к 1 сентября следующего года жителям некуда будет переехать, то как минимум три семьи названы. Мы с ними поменяемся квартирами на одну зиму. Я специально говорю вам на камеру, чтобы об этом никто не забыл. Сергей Александрович решительный, твердый. Он настоящий боец. Когда-то он бывает жесткий и требовательный. Он профессионал своего дела, опытный управленец, который развивает наш регион и Сергеево-Посадский городской округ. Жителям аварийных домов, попавших в первую очередь переселения, придется перезимовать в старых квартирах всего лишь одну зиму. Полина Иноземцева, Антон Коврежных, Дмитрий Зайчиков. Тема.